друзья привет продал сегодня ростелеком последнее время так хорошо подрос и купил газпром наконец-то почему наконец-то давно не брал газпром естественно я его продавал когда там я не помню кто-то помните рухнул потом отскочил тогда и продал эти еще и дивы получил еще и продал в плюс и вообще все в плюс продаю когда говорит акция какая-то не растет вот они не растут чего не растут так вы вовремя покупать вовремя продавайте тогда будет у вас расти нет сидят ждут что-то там с каких-то там безумных каких-то там пиков да нет пиков нет на это вообще сказки пики дно все остальное уровень поддержки с поделением и так далее есть потенциал роста на периоде времени компания его отрабатывает берешь бабло идешь домой как пелось песенки да все растет она дальше чуть жалко что и пусть все растет я выбираю компанию которая имеет потенциал роста в долгу обязательно в долгу она должна почему я кто-то говорит и так глубоко анализируешь чтобы взять на неделю да не на неделю я беру я в эти акции инвестирую годами годами просто я выхожу захожу захожу выхожу из них периодически но я за ними слежу годами то есть это тоже долгосрочный портфель но просто я назвал его активным потому что я в нем активно покупаю продаю ну и как тоже активно что значит активно это ну вот допустим газпром я не брал сколько месяц или два сколько я не был посмотрите по влогу уже не помню когда я убрал последний раз все отдал ему утрамбоваться все чик сегодня взял не суючусь там какую-то процентику там и так далее тот же самый магнит взял да пусть падает себе чё жалко что ли ну падает и падает почему потому что сейчас начался паник сел люди страхи начали продавать и шортисты подошли все пусть играются они наиграются тогда я возьму может завтра вот не знаю посмотрю ничего интересного не будет не нужно суетиться не нужно ставить играется все на одну лошадку портфель должен расти в совокупности нельзя взять и рассчитать все со стопроцентной вероятностью но не бывает такого почему потому что а вот допустим полюс я взял он чуть-чуть упал почему потому что брала его в один день а добавили в сиден лист очередные санкции наложили в другой кто знает что будет в будущем да не знаю мы можем исходить из фактов только и смотреть потенциал рост но в долгую он очень хорош то есть я всем все компании покупаю в том чтобы они были в долгу очень интересны но зарабатываю на коротком промежутке времени а почему покупаю в долгу ну чтобы не нервничать но что-то случилось она упала но я знаю что я готов ее годами держать но просто и годами и не держу потому что стратегия активного инвестирования ну по стратегии активного инвестирования есть определенные действия которые должен предпринимать которые неизбежно выводят позицию в плюс за короткий промежуток времени а иногда и выводить ничего не надо купил и все она дальше растет в редких случаях надо что-то докупить где-то где-то там поработать с ней когда обвал рынка идет допустим или когда-нибудь что-нибудь произошло такое типа как в магнит компанию перевели из первого в треть ну чё это часто бывает что ли нет это крайне редкая ситуация это даже исходя из этой ситуации можно и нужно зарабатывать деньги на магните наоборот еще больше можно заработать чем на обычной компании потому что сейчас будет ее колбасить туда-сюда ну по своей системе по стратегии активного инвестирования он как раз спрашивает правильно я вас понял что магнит для усреднения вы вообще не рассматриваете я вообще ничего не рассматриваю для усреднения усреднение смерти подобное есть такая поговорка сам придумал понимаете смерти вашего депозита ну чё это это усредняло вот сейчас люди разделились на несколько категорий среди них очень большая часть это хомячки которые льют магнит в минус продают типа ой у меня минус он еще ниже ой у меня минус он еще ниже мой еще ждет вдруг он ниже он еще ниже ой я уже не хочу мне нервов не хватает и продам его и продают в минус есть другие которые шортисты думают сейчас хомяки начнут лить эти вот стирички и акции пойдут вниз они шортят зарабатывают на этом есть те кто купил магнит и говорит я инвестор я не буду продавать в минус я буду усредняться пока бабки не кончатся и покупают пока бабки не кончатся ну это же бредятина полнейшая но нельзя предполагать только один вариант развития событий что будет если магнит сложится да хоть в 10 раз да мне пофигу у меня есть алгоритм на это понимаете если ваша стратегия не рассчитывает алгоритм развития событий какие вы только себе можете представить у вас нет стратегии но нет у вас стратегии тогда потому что вариантов много есть дерево вариантов если алгоритм на каждое из этих событий все падают так усреднение но не работает усреднение сколько будет усреднение пока деньги не кончатся я покупаю никогда компания упала на какой-то определенный процент а когда возникает точка входа будет еще по магниту точка входа ну скорее всего сейчас вот уже зреет точечка входа по ней если если каких-то новых фактов понимаете есть падение а есть объективная причина падения бывает что акции вот допустим взять этот спб биржа когда она все падала падала вот после своего нападал и падал мне говорят антон когда будешь брать спб биржи нафиг она мне нужна вы чё вы чё с дуба рухнули какая мне спб биржа у нас санкции блокирует блокирует иностранные эти антон она упала 2 раза может пора брать да не нужна вы чё антон она упала в 4 раза муж пора брать есть падение есть объективная причина падения иногда мне интересно то что упала вообще не упала даже растет потому что у нее потенциал роста еще большой есть это да мне интересно то что упал на 10 процентов а Иногда мне неинтересно, что упала даже в 5 раз СПБ-биржа. Ну зачем, если у нее такие проблемы? Вот сейчас уже можно присмотреть к СПБ-бирже. Сейчас начинается уже восстановление, уже динамика падения, динамики потерь. У него потери-то были там по 80% оборотки. Ну конечно она упала. А когда уже смотришь, ну понимаете, я не усредняю вообще. Я по точкам входа беру. Усреднение это, когда человек покупает, покупает, покупает. Он все пытается, чтобы его среднее стало больше, чем меньше, точнее, чем фактическое. Да можно усредняться, пока деньги не кончатся. Еще раз повторяю. Не все, что падает, должно расти. И не все, что растет, должно там в ближайшее время там упасть. Есть причины вызвавшие падения и причины вызвавший рост. Нужно их анализировать и соотносить с динамикой котировок. А не смотреть, насколько там что-то упало, чтобы усредниться. Или насколько там что-то выросло, чтобы продать. Ну, насчет продажи там отдельный подход. Насчет покупок тоже отдельный. Смотря что у вас там за стратегия. Я, конечно, там, если отработала какой-то там, ну, на маленьком периоде, там, не знаю, там, вот там, Газпромнефть, я там за месяц заработал, ну, сок, там, 15%. Там выше крыши. Забирайте. Бабочки какие-то, давайте, мою прибыль. Все. Так. Опять. Что думаешь по поводу Русал? Он вроде сильно уже просел. Ну, я бы не сказал бы, что он сильно просел, исходя из-за ситуации по его объемам динамики экспорта алюминия. И цене на алюминий. Все, в принципе, нормально. Он около того, и он столько и должен примерно сейчас стоить. Не знаю, может быть, даже, может, чуть-чуть небольшой потенциал роста нарисовался, надо посмотреть. Антон, добрый день. Что думаете по самолету? Акции что-то болтаются, болтают. Около одних цифр никуда. Хотя, что ты, хорошие показатели. И рынок хорошо захватили, и никуда. Что с ними не так? У кого болтаются, у кого растут. Я вот две недели, две недели назад самолет взял. Плюс 5%. Мало, что ли, 5% за две недели? Ну, нормально. Вовремя брать, надо вовремя продавать. А по поводу самолет скажу, да. Очень хорошая, перспективная компания. Ну, много я ее не беру, потому что они ж... У них вот эта вот доп. эмиссия. У них проспект по доп. эмиссии существует. У них все готово уже для доп. эмиссии. И когда они ее сделают, неизвестно. Понимаете? Они ее пока не делают. Ну, неизвестно, когда они... У них уже все готово. То есть, бери и объявляй. Это может давить на котировки. А бизнес очень хороший. Земельный банк прирост очень хороший. Вообще, знаете, самолет мне очень нравится. Вот как они бизнес этот устроили. Во Владивосток даже они зашли. Владивосток очень перспективное направление. Вообще, Дальний Восток. В связи с переходом товарных и денежных потоков. Самолет, я позитивно по самолету. Но, во-первых, сама отрасль, застройщики. Сейчас я бы не давал ей много, как и металлургам. То есть, разные... Вы же видите, что я разные компании беру на разную долю от портфеля. Это как вот, кто-то пишет, Сегежа. Сегежа падает, что делать, что делать? Так не бери много Сегежи. Куда ты ее набираешь? Я же вот Сегежу взял, но взял ее чуть-чуть. А взял Сбер, взял много. Дело не только в том, что брать, а сколько брать. Сколько это тоже считается от перспективы компании. И на долгий период, на ближайший период. По ее долговой набору. По многим факторам. То, что надо смотреть, сколько ты берешь-то. Есть рисковые проекты, которые могут как стрелять, так и вниз пойти. Не надо их много брать. Следующий вопрос. Антон, какую бы часть ЗП вы инвестировали для активного портфеля? Пришло, ушло. Я склоняюсь к 20%. Ну, все зависит от вашей ситуации. Понимаете? Когда я был холост, я вообще мог 50% инвестировать. Сейчас 10 бы. Все зависит от того, как... Может, у вас там 7 по лавкам и кормить надо всех. Но 10 старайтесь. Старайтесь. Ну, 10 я бы... Вот это прям минимум, который надо... Ну, можно инвестировать. Потому что... Ну, допустим, ты получаешь 100 тысяч. Тратишь ты на себя 100 или тратишь 90, ты особо роли не заметишь. Ну, а если есть возможность еще больше инвестировать, то да. Но опять же, вы поймите, для чего вам инвестирование. Это же не просто накопление, а деньги ради денег. Цель какая-то должна быть. Допустим, цель доп. доход. Тогда раз в год снимаешь половину прибыли, а половину дальше пусть крутится. Или цель погасить ипотеку. Там другая схема. На канале есть, как погасить ипотеку с помощью брошевского счета. Я уже сам две ипотеки погасил. Две ипотеки я погасил, причем к 31 году. Представляете? Вот. Такие дела. Я в 2010-м приехал в Москву не то чтобы без денег, а у меня было 10 тысяч рублей. Нет, не 10. У меня было... Сколько же у меня было денег? 8, по-моему. У меня было 8 тысяч рублей в кармане, а комната стоила 9 тысяч. 9. То есть я нашел комнату, снял в Москве, а у меня было всего 8 тысяч. Я говорю, блин, косарь занесу. Говорю, занесу. Что, на улице ночевать, что ли? Пошел в Москву. Говорю, где здесь центр? Мне говорят, вон на Лубянке. Езжай там центр. Иду по Лубянке, смотрю, как я только в Москву приехал. О, что делать, что делать. Смотрю, огромное там здание такое. Главпифторг, может, кто знает. Захожу, кто в Москве там живет. Захожу, говорю, вам, говорю, бармены нужны? Говорю, мне... Они говорят, да. Я говорю, можно я сегодня начну работать? Они такие, ну нет, приходи завтра. Я говорю, мне сегодня надо по-любому за квартиру заплатить тысячу рублей. За бар захожу, говорю, пацаны, дайте, ну, типа, тысячу я отработаю по-любому. Все, так вот начался мой путь в Москве. Ну и все, дальше работал, как папа Карло. И 50% инвестировал. До тех пор, пока доход от моих инвестиций не сравнялся с доходом с работой. И тогда я вот так вот мотал эту работу и поехал жить к теплому морю, где сейчас и проживаю. В городе Анапе. Следующий вопрос. Солерс хорошая компания для спекуляций? Спасибо. Пожалуйста. Ну, для спекуляций я спекулирую с Солерсом, да. Понимаете, для спекуляций мало того, чтобы компания была волатильна. Надо, чтобы она имела еще какой-то фундамент. То есть, для спекуляций, конечно, ну, можно и поменьше фундамента, чем в Сбере, допустим, или на Ватеке. Но все-таки надо иметь какой-то фундамент и нужно иметь какой-то потенциал роста. У Солерса есть потенциал роста. Она компания еще недавно открыла одну для производства рамных грузовиков. Поэтому с Солерсом я тоже спекулирую иногда в пиратах. Ну, и в допы он входит. Ну, опять же, намного не стал бы брать и не беру. Антон, ты говорил, что скопив нужную сумму на определенную цель, продаешь акции в портфеле, но они не могут быть в плюсе все. Есть же минусы. В этот день продашь. Вопрос, подаешь в минус или ждешь по кадру, что каждая акция постепенно продаешь плюсовые. Да можно и так, и так. Смотрите, если вы накопили на что-то, значит, ваш портфель в комплексе-то вырос. Ну, грубо говоря, вы вложили в портфель, грубо говоря, у вас там ипотеки надо погасить, осталось полтора миллиона. Вы там либо так будете гасить, либо в портфель кладете, он работает, работает, и вы там всего вложили в портфель миллион, а он полтора. Ну, тогда что, можно и весь продать. Вы же все равно полмиллиона-то заработали. А можно и продать все плюсовые, а минусовые по стратегии активного инвестирования вывести в плюс. Или какая у вас там стратегия, я откуда знаю. А ЛРОС удержите в портфеле? Совсем чуть-чуть. Вот так вот. Ну, все. Задавайте вопросы, получайте ответы. Больше информации в моем Телеграм. Там помимо видео еще иногда какие-то мысли, какие-то статьи. И по стратегии, и по компаниям, и по экономике. Поэтому, ну, в Ютубе же не будешь писать статьи, только такие видео. А в Телеграме пишу. Поэтому там больше информации, переходите, смотрите. Ну, все. Задавайте вопросы, получайте ответы. Пока. Хорошего вечера. Продолжение следует.